Красивые цифровые виды Каждую секунду в компьютерном зазеркалье Человеку что-то или кто-то угрожает Его постоянно стремятся схватить, сожрать, разорвать на части Испепелить, уничтожить любым способом Покоя в этой вселенной найти невозможно Сохранить жизнь очень трудно А не тронуться рассудком практически нереально Мы представляем вам самые мрачные грани цифрового зазеркалья Мы рассказываем вам о самых неприветливых аспектах мира по ту сторону экрана Во время предстоящей прогулки вас ждут глубокие потрясения Знайте, видеоигры это не игрушка А самое настоящее отражение нашей с вами реальности Жестокой и беспощадной В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно Сегодня мы представим вам тех, на чьей душе лежит один из самых тяжких грехов Предательство У каждого из наших героев были свои причины поступить так, как они поступили Но ответственность за их действия с них никто не снимал И в итоге каждому достается по заслугам Мы начинаем наш обратный отсчет самых подлых предателей виртуального мира Цветущий и гармоничный мир планеты Хилия Многие годы подвергался дерзким нападениям инопланетной расы Думц Отвратительные захватчики в огромных количествах похищали мирных жителей Для борьбы с непрошенными гостями правительство Хилии создало специальный корпус Альфа Мощный отряд специального назначения доблестно сражался с пришельцами и давал им яростный отпор По крайней мере об этом свидетельствовала местная пресса и красноречивые выступления главнокомандующего по ТВ Однако положение и не думало улучшаться Население по-прежнему исчезало Народ находился в замешательстве и не знал чему верить В этих условиях и возникла тайная организация Ирис, стремящаяся докопаться до истины Зеленоглазая красавица, девушка-репортер по имени Джейд самоотверженно взялась за расследование Вооружившись фотокамерой, она, рискуя жизнью, проникла на секретные базы корпуса Альфа Там Джейд наткнулась на поистине шокирующее открытие Бойцы корпуса Альфа сами похищали хилийцев для пришельцев Думц Которые выкачивали из несчастных жертв жизненную силу, чтобы подпитывать свои безобразные тела Джейд ничего не оставалось, кроме как обнародовать фотоснимки этих изуверств И организовать мощное народное восстание против так называемых сил правопорядка Лживый и бессовестный корпус Альфа из Beyond Good and Evil Открывает сегодня наш список предателей по ту сторону экрана Потомственный колдун с характерной внешностью Саруман был одним из сильнейших магов Ордена Истари Недаром его имя переводилось как Искусный Его называли Саруманом Белым, ведь он возглавлял Белый Совет Совет Мудрых, в который входили эльфы и волшебники Средиземья Третьей Эпохи Совет, противостоящий растущей мощи армии зла Но недолго Саруман оставался белым Незаметно для него самого, его разум был порабощен владыкой зла Сауроном Превратившись в ментального раба правителя Мордора Маг стал исполнять его волю Теперь главное оружие новоиспеченного слуги Его волшебный голос, способный убедить кого угодно, в чем угодно Был направлен не на борьбу с темными силами А на уничтожение обитателей Средиземья Собранная волшебником армия из орков и дунланцев Начала устраивать набеги на великий город Роха Вырубать священный лес Фангорн И подчинять своей воле правителей земель Главной же целью предателя стал поиск Кольца Всевластия И уничтожение Братства Кольца Но ни отборная оркская армия Ни чарующий голос Ни поддержка патрона Не спасли Сарумана из Lord of the Rings Отряды уставших от его безумий хоббитов Разбили войска и убили мага Еще при жизни Обеспечившему себе место в позорном списке Самых выдающихся предателей виртуального мира Девятое место Не обладая Сара Керриган Выдающимися экстрасенсорными способностями Зерги просто расправились бы с ней Как и со всем ее отрядом Коллективный мозг этих инопланетных существ Оценил ее умение воздействовать на психику окружающих Девушку оставили в живых Но инфицировали ее Сделав агентом высшего разума Еще вчера Правая рука Арктуруса Мэнкса Она превратилась во врага Отвернувшегося от своих бывших соратников Те, против кого она совсем недавно самоотверженно сражалась Кого презрительно считала мерзкими инопланетными варварами Теперь под ее командованием громили тиранов и протусов Словно отражение перемен, произошедших с ней, изменилась и внешность Из зеленоглазой красавицы с ярко-рыжими волосами Она превратилась в ужасное, покрытое чешуей, чудовищное подобие медузы-горгоны Желтые глазки, пятнистая зеленая кожа, когти на руках и выросшие крылья Которыми она расчленяла своих вчерашних товарищей Такой стала Сара Керригор Бывшая подданная тиранского правительства Доминиона Ставшая агентом высшего разума Зерга Королева клинков и Старкрафт Как стала именовать себя сама Сара Она числится восьмой в хит-параде самых главных предателей цифровых вселенных Предоставим вам пару минут Поразмыслить над тем, что вы только что увидели Не переключайтесь Как бы ни проклинали предателей, они существуют во все времена Всеми ими движут разные мотивы, а иные вовсе не подозревают о своих злодеяниях Мы продолжаем обратный отсчет подлых предателей по ту сторону экрана 30-е годы 20-го века в Америке были смутными временами В стране царил финансовый и политический кризис Мафия чувствовала себя как никогда вольготно Попасть в криминальную заварушку было проще простого Что и случилось с Томасом Анжело Который более судеб Из таксиста-неудачника превратился в отъявленного головореза На службе преступного Дона Сальери За короткое время жизнь Томми наполнилась махинациями, кражами, контрабандой Большими деньгами и кровью Кровью, кровью, кровью Естественно, Анжело действовал не в одиночку С ним всегда рядом был его подельник Сэм Но стоило помнить, что на этой скользкой дорожке настоящих друзей нет И однажды, когда Томми стал неугоден Дону Сэм предложил Томми встретиться и помочь ему избежать гибели Однако, навстречу Сэм пришел с толпой к мафиози И четким намерением убрать Анжело Это предательство было особенно подлом Ведь Томми и Сэм через столько и прошли вместе И тем тяжелее было Томасу убивать своего бывшего друга в этой отвратительной разборке Миловидный, но бесповоротно двуличный Сэм Из мафии The City of Lost Heaven Встает на седьмую ступеньку Пьедестала виртуальных предателей Жители Лордерона С нескрываемой и неподдельной радостью Встречали своего молодого храброго принца Осыпая его лепестками роз Они не знали, что Артас Которого боготворило все людское население Азерота За то, что он бесстрашно защищал их от плетей, армии демонов Сам стал жертвой владыки тьмы Саргераса Желание любой ценой спасти свой народ От нашествия войск нежити Привело его к гибели Веря, что это станет спасением Артас поднял проклятый рунный клинок Фростморн Меч наделил его огромной Нечеловеческой силой Взамен забрав душу И превратив его в величайшего Из рыцарей смерти Вчерашний храбрый защитник Лордерона Отвернулся от своего народа Ведь его новым владыкой Стал сам король мертвых Ведомый своим новым хозяином Он холоднокровно выполнил главную миссию Жестоко убил своего отца Короля Терранаса И обрек тем самым Город на гибель От человечества На многовековые страдания Это предательство Принца Артаса из Warcraft 3 Предзнаменовало начало Новой эры мира Азерот Эры власти хаоса И поэтому он по праву Занимает шестое место Нашего сегодняшнего Гнусного топ-листа Американские гетто Свои законы Свои порядки Проституция Оружие Торговля наркотиками Сюда есть вход Но отсюда нет выхода Порвать с криминальной жизнью Однажды попробовал Один молодой наркодилер Фриз Уставший от постоянных стычек С другими бандами и полицией Фриз в один прекрасный день Объявил своему лучшему другу Шону Колдорону Предводителю шайки Что он хочет уйти И жить спокойной жизнью Фриз рассчитывал на понимание Ведь они были друг другу Как братья Шон попросил его О последней услуге Провернуть одну сделку С колумбийцами Сделка оказалась Гнусной подставой Колумбийцы были найдены убитыми А за Фризом в погоню И пустились копы Фриз попал в тюрьму Мерзавец Шон тем временем С успехом воротил свои дела И благополучно уходил от правосудия Но обида за устроенную западню Не оставляла Молодой гангстер сбежал из тюрьмы И добрался до бывшего друга Последними словами Что Шон услышал перед смертью Были слова Фриза Слава обиды за то Что их многолетняя дружба Так бесславно закончилась Бессовестный Шон Колдорон Из 25 to Life Подставивший своего лучшего друга На пятом месте Нашего списка Так окончательно и неизвестно Что побудило Сарена Артериуса Придать не только свою турианскую расу Но и поставить под угрозу Само существование Многорасовой цивилизации Может обиду на человечество За гибель брата В войне первого контакта Может его жесткая натура А может и то и другое Какой бы ни была причина Но факт оставался фактом Саран переметнулся в чужой лагерь Порвав тонкую нить Связывавшую его с прошлой жизнью И привычным миром Используя загадочный артефакт Под названием Суверен Древний звездолет Созданный много тысячелетий назад Мятежный турианин стал Командиром гетов Механических существ С искусственным интеллектом Собрав гигантскую армию Этот безумец приступил к реализации Своего коварного плана Уничтожению Совета И захвата Цитадели Именно Цитадель Была тем порталом Через который в эту галактику Должна была хлынуть орда Пожинателей Высокоразвитой расы машин Каждые 50 тысяч лет Эти бездушные механизмы Обладающие искусственным интеллектом Появлялись из параллельной вселенной Чтобы уничтожить цивилизацию Однако в этот раз Пожинателям не суждено было Устроить свою кровавую баню Флоту Совета Удалось расправиться с армией гетов А сам предатель Был убит командером Шепардом Турианец Саан из Mass Effect Посмертно награждается Четвертым местом Хит-парада Самых подлых предателей Игровой вселенной Совсем скоро Вы увидите тройку Наиболее отталкивающих личностей Обманувших всеобщее доверие Оставайтесь с нами В нашей жизни Так мало места Для спокойствия и уверенности И так мало людей Которым можно доверять В виртуальном мире Их еще меньше Прямо сейчас Мы представляем вам тройку Наиболее одиозных предателей По ту сторону экрана Нью-Йорк Город грез Город больших возможностей И самое обманчивое место На земле Макс Пейн Полицейский Подкошенный потери Жены и ребенка Пытался восстанавливать Правосудие В сумасшедшей Круговерти Гамстерских войн На улицах этого города В этом деле Ему помогал Его приятель Влад Лем Владелец Увеселительных Заведений И влиятельный человек В этих краях Когда-то Лем Был членом Властной структуры Внутренний круг И однажды Даже спас Максу жизнь Скрыв его От своего Опасного Конкурента Но ложь Невозможно Утаивать Вечно И однажды Макс узнал Что его Добрый приятель Далеко Не такой добрый Выяснилось Что Влад Сам был Отъявленным Гангстером И лидером Группировки Киллеров Под названием Уборщики Влад Лем Провоцировал Кровавые Криминальные Разборки Между разными Бандами С целью Захватить Контроль Над всем Незаконным Миром Нью-Йорка Вся эта Ужасающая Правда Выходя наружу Просто ошеломила Макса И когда Лем Хладнокровно Убил Женщину Киллера Которую Макс Успел Полюбить Полицейскому Ничего Не оставалось Как самому Уничтожить Этого мерзкого Разрушителя Человеческих Судеб Хитрый И коварный Владимир Лем Из Макс Пейн 2 Получает Бронзу Среди Самых Гадких Личностей По ту Сторону Экрана Карьера Уоллеса Брина Действительно Достойна Восхищения Ему Посчастливилось Возглавлять Огромный Исследовательский Центр Черная Меза Изучавший Входы В параллельные Миры Столь Высокий Пост Породил Массу Соблазнов И искушений И вот Однажды Когда Страшная Авария В Черной Мезе Открыла Внеземным Захватчиком Портал В наш Мир Доктор Брин Поспешил Стать Правой Рукой Новых Хозяев Планеты Что Это Значит Да Кто Вы Такой В течение Семи Часов Непрошенные Гости Из Соседней Вселенной Захватили Землю А доктор Брин Оказался Формальным Администратором Всего Мира Именно Он Убедил Землян Сложить Оружие И Подчиниться Воле Новых Правителей Однако В итоге Люди Были Просто Порабощены Каждому Землянину Была Уготована Участь Либо Стать Биомеханическим Солдатом Либо Умереть И Все же Фанатично Верящий В правоту Своих Действий Доктор Брин Не мог Полностью Наслаждаться Своим Положением По сути Он оказался Лишь Марионеткой В руках Агрессоров А такие Фигуры Как он Являются Лишь Разменной Монетой В большой Игре Человек Единолично Предавший Судьбу Планеты В руки Захватчиков Доктор Уоллес Брин Из Half-Life 2 Становится Вторым Среди Самых Подлых Компьютерных Предателей Кто же Оказался Самым Беспринципным И Самым Отвратительным Кто Обеспечил Себе Первое Место В хит Параде Победителей Обратный Отсчет Начался С бесчестных Действий Целой Структуры Корпус Альфа Из Бион Гуд Энд Девил Десятое Место На девятой Строчке Искусный Колдун Соруман Из Лорд Ов Зе Рингс Выбравший Служение Злу И охотящийся За кольцом Всевластия Восьмой В списке Является Девушка С великими Экстрасенсорными Способностями Сара Керриган Из Старкрафт Обратившая Свои умения Против своего Женарода Седьмое Место Занимает Может распоряжаться Судьбами Своих друзей Четвертую Позицию Сегодня удерживает Сарен Из Масс Эффект Который Сделал Возможным Вторжение Бездушных Технических Агрессоров В свой Мир Бронзой За предательство Награждается Могущественный Бизнесмен Владимир Лем Из Макс Пейн 2 На почетном Втором Месте Оказался Талантливый Ученый И отличный Управленец Уоллес Брин Из Халф Нашего Сегодняшнего Рейтинга И возненавидьте Его Пси Душой Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует С единственным Настоящим Другом Предатели Долго Не живут С ними Расправляются Либо бывшие Партнеры Либо их Подставляют Новые Лэнс Не стал Исключением Томми Собственноручно Застрелил Его На вертолетной Площадке На крыше Собственного Дома Ему Было сложно Нажать на курок Но Лэнс Вэнс Из GTA Vice City Заслужил Смерть За свое Подлое Предательство Предательство Достойное Первого места Нашего Хит-парада Вы познакомились С предателями Живущими В компьютерном мире Мы почти Уверены Что отныне Кредит доверия К его обитателям У вас Приблизился К нулю Через неделю Мы продолжим Рассказ Обо всех Опасностях Виртуального Зазеркалья И вам вновь Будет Страшно И Интересно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...